Совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины. Эти слова ежегодно произносят выпускники медицинских университетов по всей России. Они клянутся честно исполнять свой врачебный долг, быть всегда готовыми оказать медицинскую помощь и хранить врачебную тайну, несмотря ни на что. Накануне клятва прозвучала и из уст выпускников Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Целых шесть лет они днями и ночами изучали основы лечебного дела, но это лишь капля в море. Врач, специалист, который учится всю жизнь. Помните, как Амар Хаям говорил, писал, что сорванный цветок должен быть подарен. Значит, и стиль должен быть дописан. А любимая женщина должна быть счастливой, иначе зачем браться за дело, если ты не можешь довести его до конца. Так вот, в медицине то же самое. Раз уж вы взялись за это дело, вы должны довести его до конца, а завершение в медицине – это быть суперпрофессионалом, специалистом своего дела. По статистике, одним из самых сложных направлений обучения является медицинское. Поскольку специалист, который выпускается из университета, несет ответственность за здоровье пациентов, изучить приходится множество важных аспектов. Несмотря на все сложности, все-таки мы уже сдали. Сложность – это, естественно, самый главный объем материала, который предстоит к изучению. Ну и ответственность профессии, в свою очередь. Легче со временем ничего не давалось. Легче было только, когда тебя поддерживает твоя семья, это твои одногруппники. Сложности были все и психологические, и физические, и документы хотелось забрать, и диплом был не нужен. Но, тем не менее, я стою здесь и скоро получу свой диплом. Значит, мы справились. В процессе обучения, помимо получения теоретических знаний, приходится также и практиковаться. Здесь многое зависит от оснащения вуза. В Институте фундаментальной медицины и биологии, к примеру, у студентов есть возможность практиковать навыки в симуляционном центре. Здесь создаются условия для воспроизведения различных клинических ситуаций, благодаря чему студенты и ординаторы учатся принимать решения как в штатных, так и нестандартных ситуациях. Также студенты регулярно проходят практику в медицинских учреждениях. Первоначально это сестринская практика, то есть только фактически ознакомительная с профессией врача. Дальше будет сестринская практика, где уже будет осваиваться навыки среднего медперсонала. И следующая уже врачебная практика заключается в помощи врачам поликлинического звена и врачам уже стационарного врача. Сейчас в руках этих студентов дипломы об окончании одного из лучших российских вузов. Впереди их ждет еще несколько ступеней, прежде чем их профессиональная мечта наконец сбудется. На это уйдут годы, но оно того стоит. Дальше мы поступаем в ординатуру, каждый уже выбирает свое направление. Я иду на ординатуру по терапии, надеюсь, поступлю. И далее отучусь на врача-гематолога уже. Планирую пойти, наверное, в кардиологию в ординатуру в будущем и работать врачом-кардиологом. Оглядываясь назад, каждый вспоминает бессонные ночи за изучением латыни, анатомии и других теоретических материалов. На протяжении всего обучения они были друг другу поддержкой и опорой. Не опускали руки только потому, что знали, зачем им это. Человеколюбие, желание помочь и сделать мир чуточку лучше, наверное, из-за этого. Ну и плюс, конечно, огромная поддержка родных, это друзья, родители. В моменты, когда ты уже чувствуешь, что сдаешься, их слова очень мотивируют идти дальше. Все равно остается была и есть и будет оставаться самой востребованной профессией, которая пригодится в любое время и в любой жизненной ситуации. Завершение первого этапа обучения для медиков происходит не тогда, когда выпускник получает диплом, а ровно в тот момент, когда он произносит слова клятвы. Вопреки всеобщему мнению, это не клятва Гиппократа. Люди почему-то думают, что все врачи дают именно клятву Гиппократу, но на самом деле у нас в России сдается клятва российского врача. За последние 10 лет Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета смог войти в мировой рейтинг лучших медицинских вузов. В России он входит в топ-5. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы. Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова